Там ты был уже в Японии? Нет. А когда поедешь? Я мечтаю поехать завтра в Японию. Но я останусь в Москве. Жить. Прагматичный японец. А жить будешь здесь, да? Ну да. Все уже будет поменяться. С тобой я должен поменяться? Ну, кстати, ты предложил сейчас идеальную схему. Если новый москвич приезжает в Москву, то старый москвич должен съехать куда-то. Да, но у меня нету старого москвича. Мы тебе подберем. Не надо, у меня есть и так старый дед. Он хабаровчанин. Так, подожди. Сейчас. Я отмечу в твоей анкете. Старый дед в наличии. Он остается там. Кого еще оставим в Хабаровске, Илья? Папу оставим в Хабаровске. Папу. Отец. Одна штука. На него билетов не хватит. Мать. Ее берем в Москву? Ну да. Ну, мать все. Давай поедем на море. А на какие шиши? Эй, мам, ты зачем за москву выходила? Теси, папаню. Почему по поведению у меня тройка? Потому что я дерусь, Шкода. Ну, а шо ж ты дерешься? Ну, потому что они лезут. И сами получают свое. А кто лезет-то? Учителя? Нет. Трудовик нарвался последний раз, да? Говорит, обточи заготовку, обточи. Ну, я ему обточил. А родители в школу вызывали? Нет. Это хорошо пока. А скоро вызовут. Хотя, с другой стороны, вот я... Если меня кто-нибудь обидит, сразу в лоб давать. В общем, чего-нибудь не очень сложного. Например, 96 умножить... Умножить... На 125. На 125. Я сначала 96 делю на 8, а потом 125 умножаю на 8. И что у меня получилось? Я умножаю то, что у меня получилось. 125 умножить на 8. Мне так кредит однажды в банке посчитали. Тоже сначала человек глотал слова, а потом... Да вот, люблю смотреть таблицу Менделеева там. Серьезно? И играть. Саш, тебе сколько лет? Пять. А что ты там смотришь таблицы Менделеева? Циферки? Элементы. Я вообще увлекаюсь химией, еще математикой, физикой, химией, нанотехнологией, космологией. И пытаюсь понять, что такое квантовая математика. И теорию струн еще изучаю. Да, но это тебе надо в Российскую Академию Наук, а не в шоу лучше всех. Что же я с тобой буду делать? Я же не могу поддержать ни одну тему. Так, теорию струн ты знаешь? Да. Каких струн-то? Струн вселенной. Она гласит, что вселенная это огромный инструмент, который играет для нас.